На прошлой неделе Магаданским городским судом вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции за совершение коррупционных преступлений. Напомним, в 2018 году один из осужденных за непроведение действий, входящих в круг его должностных обязанностей, получил взятку в сумме 2 миллионов 300 тысяч рублей от предпринимателя, коммерческая деятельность которого связана с грузовыми перевозками. В период 2018-19 годов бывшие должностные лица органов внутренних дел, осуществляя оперативное сопровождение расследования уголовного дела, действуя группа лиц по предварительному сговору, получили от одного из свидетелей в качестве взятки автомобиль Lexus LX470, незаконно уничтожив взамен часть изъятых по делу документов. Кроме того, полицейские покушались на получение взятки в сумме 5 миллионов рублей от одного из фигурантов упомянутого уголовного дела, пообещав вернуть ему ранее изъятые договоры займа на сумму более 9 миллионов рублей. Бывшие оперативники передали посреднику в получении взятки требуемые документы, однако получить деньги за свои незаконные действия не смогли, поскольку посредник был задержан. Расследование уголовного дела представляло собой определенную фактическую сложность. Материалы уголовного дела составили 20 томов, следствие осуществлялось на протяжении 9 месяцев. В ходе следствия и судебного заседания фигуранты не признавали свои вины. Следует отметить, что ими заранее предполагался факт их задержания с поличным, в связи с этим они прорабатывали свои действия на этот случай. Пользуясь познаниями в тактике и методике оперативно-розыскной деятельности, а также производства тактики следственных действий по делам данной категории, они были осведомлены о планируемых следственных действиях, которые направлены на изобличение в совершении преступлений. И поэтому оказывали активное противодействие следствию в сборе доказательной базы. Несмотря на это, следствием собрал достаточный объем доказательств, который явился основанием для вынесения обвинительного приговора по данному уголовному делу. Собранные следственными оргами СУСК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора. Им назначено одному из бывших оперативников наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей, второму в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбытием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2 миллиона 400 тысяч рублей. Продолжение следует...